Стало больше областей в Казахстане, будут еще больше команд. С вами легкоатлетическая обувь, в которых есть шипы. Я собираюсь связать свою жизнь с этим спортом. Это, конечно, трудно, но придется потерпеть. Ну, я вообще из-за того, что начал ходить на этот спорт, я, можно сказать, уже числюсь как юный спасатель. Хочу защищать свою родину от всяких природных явлений, всяких бедствий. МАКСИМ НЕСТИРЕНКО Я кандидат мастера спорта по пожарно-прикладному спорту. Занимаюсь я уже три года. И сегодня я хочу рассказать, как проходят тренировки в моем спорткомплексе по пожарно-прикладному спорту. Поехали! Сейчас мы находимся в пятой пожарной части спорткомплекса «Кут хорошие». Сегодня мы будем тренироваться. Я буду показывать, как мы тренируемся и что такое вообще пожарно-прикладной спорт. Сейчас мы будем все собираться. После этого мы начнем тренировку с разминки. Будем бегать. А потом приступим уже к основному первому виду. Штурмовая лестница. 60 метров. Да, да, да. Здравствуйте! Здравствуйте! Все, начинаем. Теперь разминка у нас минут 15-30. На разминку. Начинаем. Пришел я сюда в 2019 году. Пришел я из-за того, что я не знал вообще, что делать. Я бросил все виды спорта. И думал, что заняться. Просто так я бездельничать дома не хотел. И тут мне предлагает друг, как сказать, знакомый. То, что, а давай сходим на… ну, давай сходим просто в пожарку. Посмотрим, что там, как там. Может, тебе понравится. Там бесплатно, ничего платить не нужно. Ну, я такой, ну, давай сходим. Придя, я сразу увидел то, что здесь много что нового. До этого, куда я ходил, мне вообще неинтересно было. Я увидел очень хорошую компанию, с которой мне приятно общаться и приятно заниматься. Мне очень приятно вообще вся атмосфера этого спорта. Этот спорт меня сразу привлек. Занимаюсь я уже три года. Ездил я на соревнования. Очень нравится. Меня хорошо приняли здесь те, кто уже до этого занимались. И вообще очень приятный коллектив. После пробежки мы начинаем разминаться на таких специальных, как варанах. Называется это бум. Мы разминаемся примерно 5-10 минут, чтобы не повредить просто себе конечности, не получить никакого растяжения, когда мы будем бегать. Пожарный спасательный спорт имеет более 100 лет историю. Наш спорт, получается, в Казахстане занимается нашим спортом уже профессионально, на уровне мировом. Наши казахстанские сборы, национальные сборные команды уже участвуют неоднократно чемпионами. Мы были пожарно-спасательный спорт. Является самым тяжелым видом спорта одним из. Занимается, получается, с юных лет. Юноши и юниорки с 12 лет до 18. Дальше идет мужская, женская сборная команда. Среди чемпионат Казахстана у нас летние, зимние проводятся каждый год. Между этим у нас Кубок Федерации проводится. Закончив разминку, мы приступаем к нашей основной тренировке. Мы взяли, первое, мы взяли рукав пожарный. Он состоит из двух, один рукав состоит из двух гаек, которые соединяются к трехходовому разветвлению. Вот это трехходовое разветвление. Это специальный пожарный рукав, но макет. Он соединяется к разветвлению. Сам вид состоит из двух рукавов и четыре соединения по 100-метровой полосе с препятствиями. Это специальная вторая пожарная гайка, которая соединяется между другим рукавом. Вот эта последняя гайка соединяется в ствол, и с этим стволом ты должен добежать до финиша. Самые первые мои соревнования в Усть-Каменогорске 2019 год. Мы всей командой заняли общекомандное второе место среди 26 команд всего Казахстана, показав очень хороший результат. В 2020 году, к сожалению, соревнований не было из-за ситуации в мире. В 2021 год мы поехали в Усть-Каменогорск, тоже заняли место, и летние соревнования прошли в Павлодаре. Там мы заняли первое место и стали городскими, как сказать, республиканскими чемпионами среди всех команд Казахстана. 22-й год прошел не самое лучшее, но тоже хорошо выступили. Максим занимается пожарно-спасательным спортом уже три года. Он всегда посещает тренировки, никогда не опаздывает. Каждый год улучшает свои навыки. В 2021 году в городе Павлодар он стал чемпионом по пожарной эстафете, а также в общекомандном зачете. Сам он очень хороший человек, всегда поддерживает, на тренировках иногда помогает, подсказывает, как лучше сделать. Очень хороший человек, общительный, веселый, много шутит, очень комфортно с ним. Основную тренировку мы начинаем с четырех этапов. Первый этап – это преодоление забора. Начиная со старта, мы бежим до забора и преодолеваем его. После него мы подбираем рукава специальные. Второй этап начинается с того, что мы с рукавами бежим на бум, преодолеваем 30 метров бума, скидываем рукава и бежим на третий этап. Это наше разветвление. Когда мы скинули рукава, мы соединяем эти оба рукава. Соединяя эти оба рукава, мы бежим и уже готовимся перед разветвлением специальную физподготовку, когда нужно остановиться или же просто пробежать, чтобы, не потеряя время, добежать до финиша. Четвертый этап – это просто добегая, должен соединить ствол, но не забегая финиша, иначе просто дисквалифицирует. Как я рассказал ранее, первый этап – это наше преодоление забора. Используем мы для этого нашу специальную легкоатлетическую обувь, в которых есть шипы. Вот шипы. С помощью этих шипов мы можем спокойно преодолевать этот забор, потому что мы опираемся на него и отталкиваемся от него. Без шипов мы бы просто соскальзывали. Это наш второй вид в пожарно-прикладном спорте. Называется он штурмовая лестница. Начинаем мы оттуда, пробегаем 60 метров и должны залезть по штурмовой лестнице. Младшая группа с 12 до 14 лет просто бегут 60 метров и залезают на второй этаж. В 15 лет уже меняется немного соревнование. Подростки берут лестницу и бегут с ней, и должны ее подвесить и залезть. А с 16 лет до 18 уже должны и подвесить, и залезть уже на третий этаж, а не на второй. Сейчас мы будем залезать и покажем. Сейчас будет происходить подготовка к соревнованиям, которые будут проходить в Астане. Среди многих команд из-за того, что стало больше областей в Казахстане, будет еще больше команд. Это еще лучше. Появятся новые соперники, появится много нового. Будут происходить соревнования здесь, в родном спорткомплексе. Все родное будет. И надеемся занять первое место. Внимание! Хоп! Допойно! Ну, я вообще из-за того, что начал ходить на этот спорт, я, можно сказать, уже числюсь как юный спасатель. Потому что я в будущем буду спасать людей, стану пожарным и буду защищать свою родину от всяких явлений, бедствий. Это наш атрибут, каска специально защитная. Потому что во всех наших четырех видах высокая травматичность. В любой момент можно бежать, бежать, упасть. И эта каска может просто спасти тебе жизнь. Я считаю, не нужно выделять там конкретного пожарного. Потому что все пожарные герои, то, что они пошли на эту работу, каждый день выходят на работу, готовы каждый день принять любой вызов. И в любой момент готовы спасти человека. Готовы спасти нашу родину, наш Казахстан. Снижая ситуация в Казахстане, в Кустанае, горят леса. Я очень уважаю наших пожарных, которые отважно. Даже наши столичные выехали на эти пожары помогать. То, что они просто не бросились в бега. Они как настоящие мужчины, которые должны защищать свою родину. Просто выехали на вызовы специальные. И как мужчины тушат эти пожары. Я считаю, я тоже могу стать таким. И хочу защищать свою родину от всяких природных явлений, всяких бедствий. Максим Нестеренко у нас занимается уже третий год. Неоднократно он стал чемпионом в личном виде и общекомандном виде. По пожарно-спасательному спорту он два раза чемпионом стал. В прошлом году, в 2021 году, в город Павлодар, город Астана, юноши у нас чемпионами стали. Первое место по пожарной софете. Четыре по 100 у нас есть. Летний вид. Максим был в команде. У Максима есть отличия от детей. Быстро все хватает, быстро все учится. Есть особый дар в выносливость. Психологически, морально, физически он стабильный. Всегда на стартах сдержанный. Эмоцию свою всегда контролирует. Тренер Лора Кинесовна очень приятный человек. Она очень понимающая и очень может замотивировать любого человека. Даже самого грустного. Тот, кто вообще не хочет заниматься. Она сказала, что во мне есть потенциал. И поэтому я сейчас нахожусь в сборной Астаны как юниор. Тренер очень хороший, квалифицированный. Мне очень нравится. Объясняет очень хорошо. И я всегда ее слушаюсь. И мне очень нравится. В будущем Максим хочет после 18 лет поступить в наш Акмулинский область к университет КТИ и стать пожарным. Дальше заниматься пожарным спасательным спортом. Я собираюсь связать свою жизнь с этим спортом. Это, конечно, трудно, но придется потерпеть. Я собираюсь поступать в Кокшетовский технический институт. После этого квалифицироваться на пожарного. И уже работать здесь как спортсмен. Или идти дальше просто как пожарный. Ну, о пожарных я интересуюсь много. И мне, как сказать, симпатизирует эта профессия. Ну, конечно, не каждый должен стать им. Многие просто боятся огня. У многих просто фобия. Я считаю, должен смелый человек быть пожарным, который в любой момент должен выехать на вызов и спасти человека, который попал в такую беду. Он должен быть всегда готов. И очень серьезным быть этим человеком, который будет поступать на пожарного. На сегодня наш тренировочный день закончен. Призываю всех детей прийти на этот спорт. И никогда не играйте с огнем. И берегите красоты наших природ.